Новости на РТВ и в студии Нина Шамуге. Здравствуйте. Михаил Ходорковский помилован. Экс-глава ЮКОСа, которого правозащитники называли главным узником России, освобожден от дальнейшего отбывания наказания в колонии карельского города Сёгежа. На сайте Кремля опубликован указ президента России Владимира Путина, в котором говорится, цитирую, «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать осужденного Ходорковского Михаила Борисовича». В тексте также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня. Михаил Ходорковский беседовал с сотрудниками спецслужб перед обращением к президенту России. По информации газеты «Коммерсант», которая ссылается на анонимные источники, экс-руководитель ЮКОСа действительно просил главу государства о помиловании. Напомню, накануне об этом заявил сам Владимир Путин. Как сообщает издание, представители спецслужб рассказали Ходорковскому об ухудшении состояния здоровья его матери, страдающей онкологическим заболеванием, а также о готовящемся третьем деле ЮКОСа, которое якобы должно быть возбуждено в отношении осужденного бизнесмена. Именно эта беседа, состоявшаяся без адвокатов, заставила его обратиться к президенту, пишет «Коммерсант». Издание также утверждает, что бизнес-партнер Ходорковского Платон Лебедев с ходатайством о помиловании к Путину не обращался. Напомню, бизнесмены были арестованы в 2003 году. В 2005-м их признали виновными в мошенничестве и неуплате налогов. А в 2010-м в рамках второго дела ЮКОСа – в хищении нефти. Срок заключения Лебедева истекает в мае, а Ходорковского – в августе будущего года. Еще одни известные российские заключенные – участницы пангруппы «Пусси Райт». После объявления в стране масштабной амнистии, принятой по случаю 20-летия Конституции, девушки также могут оказаться на свободе. Обе – и Мария Алехина, и Надежда Толоконникова – попадают под действие принятого закона. Правда, как говорят адвокаты, активистки «Пусси Райт» будут амнистированы только в том случае, если не будут признаны злостными нарушительницами режима в колонии. Напомню, девушки были приговорены к двум годам лишения свободы за участие в антипутинской акции протеста в Храме Христа Спасителя в Москве. Срок заключения Алехиной и Толоконниковой истекает в начале марта будущего года. «Сложность в том, что это действительно может произойти в какую-то любую такую минуту, поскольку я думаю, что тюремная администрация, она заинтересована в том, чтобы это было максимально неожиданно, максимально в качестве такого сюрприза, который никто на этот момент не будет ждать. Может быть, именно поэтому они выберут также какое-то достаточно неудобное время. Либо слишком поздно, либо слишком рано. Остается только ждать, смотреть и потом понимать, во сколько это в итоге произойдет». «Сотрудники колонии ссылаются на заведенный порядок, по которому надо составить список, проанализировать его, составить список, направить в прокуратуру. А после его утверждения прокуратуры мы освободим в тот же день. Как долго это все дело будет длиться, это они не говорят. Они говорят, есть порядок, который мы обязаны соблюдать». Амнистия в России больше похожа на императорский жест. Так, западные СМИ оценивают сообщения о возможном освобождении из тюрем многих известных заключенных. По мнению американских изданий, так Владимир Путин лишь продемонстрировал свое великодушие. «Нью-Йорк Таймс» в частности отмечает, в помиловании инициированным президентом нет признаков того, что заключенные могли быть осуждены незаконно или того, что с другими в будущем не обойдутся тем же образом. Если Владимира Путина СМИ обвиняют в лукавстве, то его американского коллегу Барака Обаму в скупости. Глава Белого дома помиловал всего 13 человек. Еще восьмерым существенно сокращены сроки тюремного заключения. Причем большинство этих людей приговоры были вынесены на основании старых законов. А в соответствии с нынешним законодательством они уже отбыли положенное наказание. Всего почти за пять лет пребывания у власти Обама проявлял подобное снисхождение к заключенным лишь 40 раз. Для сравнения, его предшественник-республиканец Джордж Буш-младший за свое президентство помиловал 200 человек, а демократ Билл Клинтон – 459. Как отмечают журналисты, нынешний глава Белого дома более скуп на помилование, чем почти все его предшественники за последние полвека. Тем временем власти США решили не расширять список Магнитского после известия о том, что Михаил Ходорковский может выйти на свободу. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники в Конгрессе. Предполагалось, что госдепартамент через год после вступления в силу акта Магнитского готовился добавить черный список от 10 до 20 новых имен, в том числе главы СК РФ Александра Бастрыкина. Однако известие о возможном помиловании экс-главы ЮКОСа якобы заставило администрацию Обамы изменить планы. Напомню, год назад Вашингтон ввел санкции в отношении лиц, которые, по версии американской стороны, причастны к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. И еще одно громкое дело. Дело о смерти экс-сотрудников ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году отравленного в Лондоне радиоактивным полонием. Окружение бывшего агента обвиняло в убийстве Кремль, а британские следователи называли главным подозреваемым депутатом Госдумы Андрея Лугового. Однако спустя семь лет в Лондоне приняли решение. Роли российского государства в расследовании смерти Литвиненко больше рассматриваться не будет. Коронер Роберт Оуэн пришел к выводу, что лучше исключить этот вопрос, чем допустить неполный вердикт, который может ввести в заблуждение. Напомню, ранее высокий суд Лондона по апелляции главы МИД Великобритании Уильяма Хейга оставил засекреченными документы дела Литвиненко. В австралийском Сидное полиция задержала предполагаемого террориста. В правоохранительные органы поступила информация о заминированном автомобиле, припаркованном у парламента штата Новый Южный Уэльс. Полицейские эвакуировали людей из здания и заблокировали прилегающие улицы. Они начали переговоры посредством записок с 50-летним мужчиной, который находился в машине. После того, как трехчасовой диалог с потенциальным террористом завершился безрезультатно, правоохранители пошли на штурм. Стражи порядка разбили окно автомобиля и вытащили злоумышленника. При этом они использовали электрошокер и слездачевый газ. По некоторым данным, в машине был обнаружен контейнер с горючей жидкостью. Обитатели Синейского зоопарка поздравили с наступлением рождественских праздников. Смотрители вручили животным подарки, причем презенты были сразу же съедены. Для кенгуру подготовили особый рождественский чулок с любимым кормом этих сумчатых. Тюленям устроили вечеринку у бассейна. В замороженные шарики спрятали морепродукты. А вот для зверя, носящего имя тасманийский дьявол, нарядили елку. Причем выглядела она несколько жутковато. Дерево украсили не игрушками, а любимым лакомством дьявола – кусочками мяса и тушками крыс. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Увидимся менее чем через два часа. Субтитры создавал DimaTorzok